Первый день слёта молодые исследователи провели на молочной ферме предприятия «Вектор». Здесь школьникам показали, как проходит контрольная дойка. Многие из них живут в северных районах, и коров увидели впервые. Это очень интересно, потому что с молоком мы сталкиваемся каждый день в нашей повседневной жизни. А вот как оно попадает на прилавки магазинов, надо знать, мне кажется. Какой путь молоко проходит от коровы до потребителя, подростки теперь знают. Но для них посещение фермы больше, чем экскурсия. Собой исследователи увезли пробы молока, чтобы проверить его качество. А там внутри должна быть какая-то непонятная? Там обязательно есть, вон, посмотри. Видишь, таблеточка. Это консервант, чтобы молоко не испортилось. Качество молока проверяют в лаборатории Хабаровск Племсервис. Школьники тоже участвуют в этом процессе. Анализ молока делают на современном аппарате. Определяют количество белка, жира, лактозы, плотности. Поднимаете, вставляете, выравниваете. И нажимаем на ввод. Пишите сколько? 4,94. Александра Гнезь приехала из Амурска и в будущем хочет стать ветеринаром. У родителей есть собственная ферма. Там выращивают свиней. На большом предприятии побывала впервые. Это здорово, видеть столько коров. Первый раз в жизни. Как они молоко дают. Телята маленькие. Хорошенькие такие. Ну, очень здорово. Мне понравилось. Слет молодых исследователей «Сила в открытии» впервые проходит в Хабаровском крае. Его организовали Министерство сельского хозяйства и Хабаровск Племсервис, чтобы заинтересовать школьников животноводством. Работа, связанная с животными, она забирает все время у тебя. Ты не можешь бросить болеющее животное и пойти домой. Ты должен его вылечить. Поэтому высоко квалифицированных кадров сейчас очень мало. В завершении слета молодые исследователи представят собственные проекты по развитию сельского хозяйства в Хабаровском крае. Яна Ленкевич, Андрей Евдеев. Для Большого города. Яна Ленкевич, Андрей Евдеев.